Районный центр, где Виктора родители в этом. Ну и знакомые появились, и книги наши появились. Поп узнал. Там один предприниматель, он его исповедовать. У тебя книги Игнатия есть? Он говорит, есть. Сдай. А еще ради. Как? Так нельзя их иметь. Это мое дело, я сам решаю. Я хожу в церковь, причащаюсь. Он насел, на него отдает. Он не стал в церковь охватить еще. Мы посетили, он дома теперь. Знаешь, что мне это нужен? Это варвар. Что я ради книги ему отдам? Он их уничтожает. Он играет своей властью. А я до причастия не допущу. Я до причастия не допущу. Вот и все. А не причастием играет. Это самая страшная игра в алтаре. Я конкретно называю фамилию его. Юшнок, что ли. Фотография у меня сохранилась. И все. Кто же у таких причащается? Кто не допускает и играет в причастие. Я бы такого не причащался бы. Конечно. Я как-то говорил об игре. У меня тут 2 или 3 ролика стоит. Самая страшная игра это в алтаре. Не допущу до причастия. Это же у старобрядцев. Причастие это мощное орудие. А на самом деле это никакого значения. Это моего спасения не имеет. Ты не допускаешь меня. А я при чем здесь? Никакого. Ты мне руки связал. Рот заклеил. Я пришел. А ты не даешь. А то там 51 правило надо посмотреть. И оно говорит, что если священник не допускает доисповедей, на нем анафема. Он даже не понимает. Это каноническое правило. Притом в самом корне нарушено. Сейчас я посмотрю, пишется у меня тут или нет. Нет нигде не пишется на этом, на экране. Так. Выведи меня, пожалуйста. Сейчас. Давайте. Сейчас. Нету. Было. Они ставили из-за этого, наверное. 7, 7, 3, 5. Это нижнее. 7, 7, 3, 5. 7, 7, 3, 5. Она была. А теперь не стала. Я даже не знаю. Может она пишется. Надо, чтобы она была на рабочем столе. И при том как-то ее закрепить надо. А со мной все выправили. Теперь я сам документы снимаю. А этот мой-то принтер-то хороший. Перестали на Володин туда. Ну, там. Как это называется-то? Розетки у тебя там заболели. Их надо купить. Стало искрить. Там видно будет у меня запасной теперь. Ну, вот. Просчитаешь эту статью. Про Потеряевку. Ее перетащили в этот журнал. Ну, он такой известный. Журнал. Я вообще статью эту раньше считал. Сейчас наушники хорошо слышно. А я без наушников как, ну-ка. Ну, пусть Володя послушает. Ну-ка, Володя, определи. Для глухого для меня развитика будто никакой нет. Ну, значит. Я только из-за микрофона. Слышно сейчас, Володя? Ну-ка, говорила, Сергей, подожди. Слышно, да. Да. Здорово, не здорово? Ну, получше, но я не знаю, как и для Игнатия, значит. Для меня это нормально и в тот раз было тоже. Я приспособлюсь. Я и динамика где-то послушаю, где-то здесь. Это мне не вопрос. Я тут сумею послушать. Он посмотрел, Виктор, говорит, все на месте. Ну, раз на месте, и все. А я еще буду говорить. Я сказал, это все ладно. Сегодня выходной, завтра пойду, поедет Николай, это Крущина, третий наш шофер, и узнавать будут подробно. Он отключился. Условия получения визы могли измениться, решили сначала... Он отключился. Еще? Картинки играют на экране. О, выскочил туесок этот. Вот на дороге такие ставят сегодня, там проезжать нельзя, они вдоль дороги ставят бордюры. Это вешки, каноны, как вы говорите. Это каноны, Игнатихнички. Ну, на дороге вот такие, прям точно такие же полосатые, такие же пирамидкой круглые. Сейчас Дудин выставил мне там войска, идут и идут с Украины к Крыму. Я говорю, ни одна машина, ни один солдат не пройдет, если это не от Бога. А что от Бога? Оно бесполезно протягивать руку, он шибет просто и все. Вся наша земля и вся наша солнечная система перед Богом меньше молекулы. И что тебе толковать-то? Даже, вот, Давид говорит, как гоняешься за блохой. Так блохая-то вообще чудо, большое животное. А когда все вместе взятые, все вместе взятые легче пустоты. Зачем бы пророк говорил это? Я слушал одного политолога, вот он говорит, не так страшна сейчас угроза ядерной войны, как страшна вот эта вот политическая холодная война. То есть сейчас собираются целые армии вот корреспондентов, интернет вот всяких там, знаете, вот этих хомячков их называют. Вот. И вот страшно то, что вот сейчас информацию людям через интернет, думающим людям загружают такой, путают людей. Самая страшная война сейчас информационная. Ну а люди-то, если бы молились, и все кончилось, ничего нет. Вот мне сейчас развонит батюшка наш, отец Саакинус потеряет. Ну вот там консульские какие-то разборки, пустят вас, не пустят, я говорю, а так какое к нам отношение? Пусть эти консулы разбираются. Да нет, я говорю, а как вы там насчет Крыма? Я говорю, батюшка, наша позиция беспроигрышная. Мы благодарим Бога за все и просим у Бога мира. А уж как ему угодно его святой воле, мы тут не можем вмешиваться. Да будет воля твоя, это на первом месте. А дальше, я вчера об этом говорил, Иеремия 48, 10. Проклят, проклят. Кто дело Господне делает небрежный, И кто меч Господень удержит от крови. Пришло время возмездия. Украина, как отстойная яма для всех ересей, Какие только были, Все стекалось туда. Все эти сандейры, кого только там не было, Журавлевых. Люди называют себя рабами Божьими. Как определить, бережно они выполняют Божье дело или небережно? Они, может быть, считают себя рабами. А по сути, они таковыми не являются. Смотря о ком речь идет. Если это человек верующий, Сердце его дано Господу, Для него вопроса никакого нет. Ну а что делать для Господа, чтобы стать рабом истинным? Что для этого сделать нужно? Первое, отречься себя, дать место Богу. Павел говорит, Если бы я угождал людям, Не был бы рабом Господнем до сегодня, Не был бы. Это несовместимые вещи. Перестань быть рабом людей. А друг перед другом горбатятся, Боятся они правителя, Боятся другие, Боятся своего духовного лидера, Патриарха кого-то. Ты должен быть выше этого. Так сказал Господь. Вот в фильме «Еремия» Смотреть каждый день. Так говорит Господь. Его бьют, добивают, лежат. Он кое-как поднял голову и опять так говорит Господь. Все. Все погибнут, а он останется живой. И клетка горит его, он сидит там. И в ров вниз головой воткнули его в колодец. Он живой. А вокруг царя сколько этих причиндалов, Сколько войска было. Все пошли под нож. У нас, говорит, расправа короткая на ухода носов. Тоже глаза выжиг, сыновей заколол. Все, поехали дальше. Ну, а отвернуться себя, как себя отвернуться, если вокруг тебя дети, внуки, там все, семья, родственники, как себя отвернуться? Человек посвящает уже всего себя, своей родни, своих близким. Писание определенное, говорит, отвергнет себя. Даже по крайней мере. Это получается отвернуться и ближних своих? Конечно. Кто любит отца или мать, больше чем меня не достоин меня. Луки прямо говорит этому, что кто не возненавидит, не просто отвергнется, не возненавидит и не достоин. Это несовместимые вещи. Любовь к ближним, когда они препятствуют следованию за Христом. И быть со Христом, это нельзя совместить. Не можете служить Богу и мамоне. А люди всю жизнь стараются служить. Олигархи. Он мамоне служит. А какие-то там копейки пожертвовал. Его имя там написали на храме Христа Спасителя. Мужкова там, Попова. Ну еще написали. Лег спать, оно написано. И ведь помогает это или нет, когда у тебя живот болит. Все глупости. Не можете, Господь говорит. И все на этом. Ты служи мамоне, не обманывай сам себя. А Богу стал служить. Вопрос решен. Мамона для меня никакой роли не играет. Я на него верхом сажусь и еду. На мамоне. А мамон это живот свой, может быть, свой, попой, родственники. У Евы. Книга Евы перед Псалтирием. Он говорит, выпускает детей своих. И они как телята прыгают. И кости его напоены жиром. То есть у него кровообращение нормальное. Все. И не думают они, пока не сойдут в могилу. Вообще. Был верующий. Был священник. Вячеслав Полосин. Стал каким-то мулой, там доктором у них. Ушел. Он избрал, это его путь. А одно то, что на Пасху ты никому не можешь сказать Христос воскрес, уже жизни мне не надо. Отвергнись себя, но сначала разбери, из чего ты состоишь. Из своих привязанностей. Напиши рядом. На бумаге. Это надо на бумаге писать. Родные, близкие. Я состою, я проявляюсь на них. И вот и покажи теперь. Тебе сразу покажу вторая книга Маковейская, седьмая глава. Седьмая. Когда перед матерью семь отростков ее, семь сыновей. У меня стихотворение написано, когда надо мной шел процесс, суд ввозили. В то время у меня написалось стихотворение. Я его найду и вам просчитаю. Могу сразу даже. У меня люди были занимающиеся, увлекающиеся индивиду, там, Харьи Гришна, там, и того подобного. Вот. И очень, я в них увидел людей, вот, настолько чистых, настолько духовных, понимаете, я вот в православных них такого не вижу. Таких вот отверженных, действительно, себя, и понимающих, причем, то, что ждет от них Бог. Понимаете, как ему досталось только один шаг Христа принять, и они стали просто настоящими, православными. Да. Еще скажу. А в православии, в православии, вроде смотришь, ходят, молятся, ученики не каждый день, а истины не узнают никакой вообще. И считают, когда вот в Евангелии читают, и псалмы читают, а веры не имеют никакой. Ну, что сделаешь? Сделаю, значит, их туда, нашли такие. Вот, я сейчас вот вытащу отдельно. Сейчас закрою. А где он у меня закрывается? Вверху или вверху? Вот. Смотри. Я отдельно его вытащил. Стихотворение. Сейчас я его брякнул сюда, чтобы мне легко было считать. Вот, послушай. Семь сыновей судили Маковейских. Так, Володя. А, минуточку, сейчас я это открою. Это как обычно делаю это, чтобы было видно. Увеличиваю, сделаю жирну, проведу. Это необычное было стихотворение. Оно написано в этом духе, когда меня судили. Их судили, и судили меня. Оно написано вжире. Вот так. Выгодно нужно число. увеличить до 20-го хотя бы. Вот так. Где он у меня здесь? Вот еще чуть-чуть. Вот так. Посмотри. Семь сыновей судили Маковейских. Скальпировали, жгли, хромсали языки. Но не было причины обвинений вевских за что достойны мук и методов таких. Правитель сел, давясь свиной отрыжкой, высокой спинкой кресла отправ заслоняясь. упитанных Что нужно подтвердить, а на помосте мясо, а проще, извините, свинья, через которую нам вздумали вредить. Вот эти тьма и опиум, наследие от прошлого, хотят казаться чистыми, с презрением плюют. Святую, значит, это, святую щушке рожу, в колбасный цех и в окорах, во все из этих блюд. Вы наш закон гуманиши сегодня испытаете. Вас судим не за веру мы, а за хулу свиньи. Вот здесь, перед богами, скажите безутайки. Да видят все, вы судитесь совсем не без вины. Отведайте свинины сей и докажите делом, что строй, обычай, общество вам дороги, как нам. Иначе испытаете на каждой клетке тела пету железной власти, пришедшей фанаан. И целый день мущения над родом Маковеев. На небе восемь радужных светильников зажглось. История, прошедшая, вдруг жареным повеет. Ладонь расчешет памятью кроваво-ржавый гвоздь. УДО это условно-досрочное освобождение. 9 сентября 1986 года написала это в тюрьме города Барнаула. Вот так. Вот что это означает? Просто нужно считать, как мать уговаривает своих сыновей принять смерть. Члены, которые вам отрубают пальцы, жарят вас, вы все примете от Господа в целости. А сейчас так, вот ребенку он берет, держит, и щекочет его киржалом. Мать, отрекайся. А она нет. Он начинает ему живот спарывать, ребенку. А ты должна на это смотреть совершенно отстраненно. Внучка твоя, жена, мать. Христос выше. Это все временное испытание. Это всегда было так. И никогда на это не смотри. Обратился к Богу, ты должен заранее знать. Мне это по силам. Это Бог дает. Кто любит родных, близких, Господь перечисляет. Не достоин меня. Не достоин. Да тогда зачем все это нужна была, это жизнь. Зачем? Было такое. И взяли трое. А они молодые, здоровые, крепкие ребята. Недавно женились. Ну, жалко. Ну, видно, но они прям хорошие. Правитель тогда говорит, с родными договорился. Я их отпущу. Ну, они никуда не убегут. А вы с ними поговорите. Скажите, как можно оставить? У всех дети, там, жена беременная. Они их почти свалили. Как они расквасились? Как стали уговаривать? Да ради чего? Ну, что там, кусок мяса положи на жертвенник. Не отпустит. Правитель к нам хорошо относится. И вы у него в подсчете были. Они чуть-чуть не сделали. Тогда один из них сказал, что мы делаем. Это же сатана через них делает. И они тогда сказали, нет. Вот житей святой Натальи, Адриана Наталья. Она была совсем молоденькая. А он какой-то должный занимал. Он знатного рода был. Адриан-то ее. И когда его взяли, как Наташа-то хвалилась соседям, да всем-то. У меня Адриана-то взяли. Он мученик за Христа будет. А он там договорился. У него знакомая. Может, где-то у него припрятано что-то было в кармане. Он им дал и сказал, отпустите меня, я вернусь. Из-за него другие поручились. Я домой схожу, там наказа надо дать. Она его увидела. Он идет. Но любая жена, увидев освобожденного мужа, что бы она сделала? Побежала навстречу, на шею ноги подняла бы, повисла. Она заперлась от него. Он стущится. Наташа, открой. Меня отпустили на полчаса, только я должен вернуться. И под каким видом? Я знала всегда, что ты гнилой. И все родство ваше такое. Иди отсюда. Глаза бы на тебя не смотрели. Он говорит, я уйду сейчас назад. Меня на минуту отпустили-то. Андриан, ты не врешь? Да нет, конечно. Наташенька, открой. Андриан, а ты вернешься обратно в камеру? Ну, Наташа, ну некогда, я же сказал. Поцелую тебя, накажу, уйду. Наконец, открыла дверь. Сказал, лучше, и бегом скорее туда, в камеру. Так она пошла все, что могла отдала стражникам, и пробила с ним в одну камеру. Она уговаривает. Какие герои должны быть? Что интересно, святых Наталии больше не было. Я не знаю, почему, может быть, в сравнении с этой, этих Наташек, сегодня в собаку брось палку, а в Наташку попадешь. Ни одной больше не было. Этих ианов там 47, кажется. Я посчитал это все. И вот накази уже выводят. А как, наковальню? Она наковальню. Паром. И она уговаривает их, пожалуйста, казните моего первого, первого Андриана, казните. Тебя как говорят? Первого, Андриан, соглашайся. Ты уже будешь на небе, а когда остальных будут казнить, ты их там принимать будешь. Понимаешь? Ты там принимать будешь их. А руку оттяпали, у него в глазах закружился Андриан, очнись. Нельзя. Если без сознания будут рубить, тебе награды не будет. А вот когда тебе больно, ты за вторую руку награду положишь. И она так его уговаривала, оживляла его. И сознание было, пока ногу отрубили. Вторую. Но одну руку она выпросила домой. Вот какая фанатичка была. Да разве это может быть? Да это невероятно сегодня. Да ни одной больше такой не было. У ней была вера полная, абсолютная. Этот реальный мир, он исчез для нее. Всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Четыре раза, чтобы слово одно повторялось, всем, всем, всем. Это только тут. Любовь к Богу, первая заповедь. И нарушение первой, главнейшей заповеди. Больше всего карается, как сегодня, верность Родине. Это уже шпионаж. Это измена. Это предательство. Это смерть. Измена Христу главное. А это, что они называют Родина на земле, это естественно. Мы живем здесь, мы молимся. Это наша страна. Мы желаем мира правителям. Мы каждый день молимся за Путина. За Обаму, за Януковича, за Рамзана Казыра. Всех правителей мы поминаем по именам. Особенно Лукашенко там рядом. Как так родственники? Ну что значит родственники? Прах и пепел. Это ничего не значит. Это надо сегодня. К тебе приходит дождь, и ты на нее смотри отстраненно. Давай ей самое ценное. Внуки какие? Смотри на них отстраненно. Это не твои внуки. Пуповина уже обрезана. Ты уже приговоренный. Господь тебя избрал. Это означает, ты уже на шафоте. Не будет воскресенья должного, пока не будешь на Голгофе со Христом. Следуйте за мной. А за мной идти это через Голгофу. Христос мимо Голгофа не прошел. Что тут непонятно? Мне это понятно было в первый день. И в первые часы, когда я обратился, я понял, за мной горят мосты. Назад мне возврата не будет. Шутки проще. Вот и все. Смотрите, вот сюда можно так же вот представить такой вот аргумент. Человек на покровах, для того близкого человека, люди плачут, родают. Можно сказать, что они плачут по себе, родают, жалей по себе. Так, минутку сейчас, Володя. Ну-ка, поясни, что я... Спускает волосы, корябает свое лицо. И Анзатаус говорит, что вы делаете? Над вами язычники насмехаются. Где ваша вера в воскресенье из мертвых? Да-да. Вот у меня было. У меня очень близкий человек. Балашин Юрий Николаевич. Это режиссер. Такой близкий-близкий был. Это вот фильм Сталин, второе крещение или глаз вопиющего. И он внезапно умер. Это был единственный режиссер, который ездил по стране, проехал по всей стране с патриархом Алексеем Вторым. И он все снимал и снимал. Около его тела был. А мы-то с ним познакомились. И он теперь сделал так, что весь фильм направлен против зла в патриархии. Они его то простить не могли. Что там с ним было? У него сожгли... Потому что не знаем мы кто там где. Где у него все архивы были, дачу. И поехал в Шушенске, там фильм заканчивать и нашли его мертвым. Он когда умер, мне сообщили. Я плакал. Я не мог еще сделать с собой. Мы настолько были близки. Мы начали готовить один фильм, который назывался «Оглашенный изюзитель». Когда священники должны покинуть церковь, стоять во дворе и там начинать каяться. Сами. Оглашенный изюзитель. Депутаты все должны на покаяние пойти. Вот. И он умер. Я ему всю переписку за рубежную сдал. У меня переписка такая бурная была со всеми континентами. Я не могу ничего сделать. Я представляю, как мы были. Какой он человек. Какой он человек. У меня слезы текут и текут. Я в магазин зашел, и меня продавцы знают. Они меня усадили, с двух сторон продавцы сели. И слезы у меня утирают, полотенцем и сидят. А я хожу и пою. Хожу и пою. Когда будет встреча на этот мотив. Все на этом все. Я успокоился. Я просился с ним. Он там на Сибирске, а я здесь на похорнах не был. Это естественно. И этим все закончилось. Дальше я молюсь о нем. Благодарю Бога. У Бога все выберено. Да какой вопрос? В принципе ответили на него. На вопрос-то на этот. Что ж, когда я имею в виду, когда человек правильно умирает. Чистый человек, который прожил правильную жизнь с Богом. А тут нужно в белой одежде одеваться, радоваться за него. Они так уж убиваться, плакать о нем. Ну, я и говорю об этом. Я прочитал все места, которые говорят. Что означает плащ? День, два, три. Мы считаем. В Новом Завете уже. Как это выглядит. Сейчас я покажу. Вот беру деяния апостолов. Считаем. Восьмая глава, второй стих. Стефана же погребли мужи благоговейные. И сделали великий плащ по нем. Так это в Новом Завете. После сошествия Духа Святого. Ну, это естественно. Как не плакать? Лишились такого труженика. Вот. Павел уходит. Сказал, меня больше не увидеть. Они заранее его уже оплакали. Деяние 20-го, 37-й стих. Тогда немалый плащ был у всех. И падая на выю Павла, целовали его. А когда сказал, что его арестуют и будут бить, и он больше не увидит их лица. Деяние 21-13 говорится. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плащите и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Но плакать о чем надо? Плакать надо о грехах. Иаков 4-9. Сокрушайтесь, плащите и рыдайтесь. Смех важно обратиться в плащ. И радость в печаль. 5-1. Послушайте вы, богатые, плащите и рыдайте обет всех ваших, находящих на вас. И мы должны плакать не только о нашем горе, но и с другими. Римлян 12-15. Радуйтесь с радующимися и плащите с плащущими. А как? Сердце к этому не прилагать. 1 Коринфянам 7-30. И плащущие, как не плащущие. То есть, к этому сердцу не правдать. Да, жалко. Да, мы хороним. Да, дорогого человека. Но и на этом все. Игнатий Ильич, но тут мы жили, по большому счету, уже не покойника жили. Мы себя жили. Мы себя жили. Да, именно так. Вот глядя на другого, человек, когда он представляет, все уходят, родственники, сверстники, никого нет, и он представляет именно себя. А такое, что был святой плащ, я не знаю, вот когда Малашин погиб, он погиб, он не просто умер, Юрий Николаевич. И я ходил целый, ну, после обеда я узнал, около обеда принесли телеграмму, и я ходил и пел по городу, и у меня слезы сами текли и текли. Какие были планы, сколько было не сделано, и все это от Бога, Господь почему-то так. Он готовился к окрещению, он мощеный был. Как ему все открылось о московской патриархии, это, и, может быть, ой-ой-ой, даже страшно подумать, от чьей веке он погиб. И, знаете, я вот вопрос себе уже давно такой заправил, и что-то я, как бы, выяснить его не могу. Вы, в случае, не в курсе, откуда у людей нашла традиция отмечать день рождения? Ну, как, известно откуда, от Ирода. Иродова племя, оно всегда отмечает. И был, говорит, день рождения. И день рождения закончился освещением головы пророка. На блюде кровавая голова, на том блюде, на котором только что было мясо овнов, тельцов, златоуз, говорит. Поэтому не отмечайте день рождения. У нас этого нет. День рождения отмечается как? Ну, в этот день-то обязательно, вот у меня так принято, канон ангелу-хранителю просчитать. Поблагодарите ангела, что хранил тебе год. Далее, в этот день можешь заранее приготовиться и причаститься, если есть возможность. Посетить больных, немощных, на дела Божие. Вот, с чем ты можешь его отметить. А не так, что даже маленькие дети ему там с речек сколько лет поставят в торт. Давайте хоть лимонадом щёкнетесь. Ну, щёкнутые растут они, щёкнутые поколения. Ну, щёкнутые, допустим, в миру люди отмечают дни рождения, да? Вот, казалось бы, ну так, логично, если рассматривать эту вещь, казалось бы, наоборот, каждый год рождения приближает к смерти человека. Человек должен народу печалиться, как что-то, что ему смерть приблизилась ещё на год. А он радуется. Вот радуется, я сейчас только и крестьяста прочитал. Он говорит, день смерти лучше дня рождения. Вот, как раз то, что вы говорите, это и есть. Радуется. Ну, глупый человек, он не понимает. Ты родился, первый год это означает, на один год ему меньше жить, а положено. Он приблизился к смерти. Это тризна. Это действительно так. А, теперь год прожил, а какая твоя заслуга? Да мы тысячи смертей заслужили перед Богом. Когда один раз только жена Лотова повернулась и стоит по сегодняшний день. Великое дело, Ева взяла плод. И умирают миллиарды людей. Не меньше ста миллиардов уже в земле. Ста. А мы считаем, да это небольшой грех. Ну, подумаешь там, небольшой грех. Поэтому, всё неразумно. Разумно только там, где полная отдача Христу. Христос меня избрал, и я пошёл. Всё на этом. До свидания. Вот житие святого Мордария. Мне нравится так. Арестовали там сколько священников, ведут. А он крышу кроет. Вообще. Оттуда приветствуют его Мордария. Здорово. А куда это вас? Нас на казнь ведут. Рассуждают на казнь, как будто бы колхозную картошку убирать пошли. Ох, Мордария, ты посмотри, Евсеви тут. Ты даже всех преститеров знаешь, да? Так они все идут сегодня в казино будет. А такой дружины ты больше не найдёшь. Он мигом скатился с крыши, вперёд дунул. Там какой-то сапожник, он к нему. Ты знаешь, ты друг мой. Ты там о жене побеспокойся, о детях-то. Тут такая дружина, я тоже пойду. Догоняет и в ряд с ними. Сражник, ты откуда такой? Пошёл вон его прикладом. Я вместе с ними пойду. Такая дружина, они сами говорят. Дольше не дождаться такой. Дурак какой-то присыпился. Да выгони его. Нет, никуда не выйду. Его вместе с ними казнили. Его не брали. Но такая дружина идёт. Я иду с апостолом. Я вот насчитывал жития святых. Они на нашем сайте стоят. Конечно, порченая. Слышимость. То есть, можно всё понять. Но не такая, как после я на компьютере уже перечитывал Библию, а кипела ГУЛАГ. Но, а почему не другое насчитал? Я не знаю. Я знаю, что мне дано сопереживание. Вот это вот о чём говорят. С плащащим плащите. И я насчитывал и плакал. Я с каждым святым восходил на Ашафот вместе. Я считал про одного. Ну, он очень известный хирург. Там как Боткин. Бурдин. Бурденко. Вот теперь кое-как назвал его. Так он приходил, когда студент там был. И какую болезнь изучали, он той болезнью болеть начинал. Когда зайдёшь в поликлинику, и там на столе везде лежали болезни, болезни. И стали многие люди заболевать. Внушаемость такая сильная. Тогда взяли все брошюрки и убрали. А написали, как готовить торты, как дни рождения справлять. Вот. Мне Бог дозволил насчитать полностью 12 томов жития святых. Уникально это или не уникально? Вчера у нас было собрание, и я как раз говорил уникальность веры. Это талантливость. Талантливо-религиозная. Как я привёл Андрея Кураева. И вчера доказывал, я хотел бы, чтобы ко мне это прозвище прилипло. Я как бы к нему прилипляюсь. Талантливо-религиозным быть. Как он отозвался о мусульманах. А почему? А мне это дано? Вот я о чём говорю этого. Почему? Ну нету и нету нигде. Ну какой Советский Союз-то был? А сколько стран-то, где русские были? В Аргентине, в Бразилии, в Америке. Почему никому не пришло в ум сделать известным для народа златоусты 12 томов? Ни одному человеку во Вселенной. Я первый оказался. А ты хвалишься. Да есть чем хвалиться-то. Бог положил на сердце мне. Я купить магнитофоны должен был заработать. Это лет сколько лет надо было подготовку вести. И вот еще можно перебью, тут важно очень. Вот мне нужно пояснить ещё, в чём вы считаете вот религиозную талантливость? В чём талант религиозный вы рассматриваете? Так вот, вчерашнее собрание, прослушай, я должен был купить магнитофоны, должен был насчитать, должен был распространить, вопреки всем преградам советской власти. Советская власть, КГБ за мной следила, я уже арестовывался. И это не день, не два. Это годы ушли. И ко мне плёнки пошли неоткуда-то, их давали по пять, по две плёнки только. А мне должны были идти тысячами. Только запретил давать взятку. С Эстонии ехала машина и перевернулась. И встала на ноги, дальше поехала. Почему? Вот эта религиозная талантливость. Никогда не останавливается на достигнутом. Ещё, и жителей я насчитал, 12 томов. Да мало того, ещё было первый и второй, второй и третий том, настольной книги священнослужителя при Патриархе Пимени. Толстый, самый капитальный труд, благословские труды. Священнослужители. И эти книги я перебрал. И сравнил с Дмитрием Ростовским. И нашёл ещё 173, кажется, или 4, в житиях которых нет у Дмитрия Ростовского. И я их насчитал. Талантливо это. И мало того, из 12 томов я должен был все их иметь перед собой. И выбрал первый век. А на каждый день разные века. 365 дней. Это 365 дней я должен был раскупорить. Выбрать первый том. А они у меня по одному тому появляются. Потом второй том. А как вы догадались? Не знаю. Я понял, насчитывать так нельзя. Нужно дать развернутую картину церкви. Первый век. Второй век. Третий. Это впервые в мировой истории было издано мною. Вот перед тобой сидит этот пигмей сопливый. Это талантливость. Это Бог даёт. Это Бог дал мне. И на этом я остановлю. А дальше уже пошли почти 50 книг. Но вот это самое капитальное было. Капитальное. Я считаю религиозность уже талантом. Если человеку дана религиозность, это уже огромный талант. Потому что религиозность имеет далеко не каждый человек. Это любовь. Любовь пребреждает талант. Я это знаю. Я каждому говорю. Почему? Ну нет. Ну другому не дано это было. Мне не на кого показать. У меня в жизни больше никто не встречался. Я буду говорить. А что вы фантазируете? Я не фантазирую. Это можно. А можно так покажи. А кого я тебе покажу? Больше никого нет. Я один. Я спрашиваю. И вы любому задайте, кто к вам приходит. Почему никто во всем мире, в Советском Союзе, не подумал сделать труды златоустые известными? Кроме того, насчитанное, это не считать. То зрение слабое. И как книги-то распространить? И главный способ распространения был магнитопонизация всей Сибири и всей страны. И это рассылать надо было. Это надо было развозить полный комплект. Это не меньше 200 катушек. Катушек. Вы же знаете, какие были катушки тогда. Одна катушка 8 часов 20 минут. Скорость 4,7 сантиметра в секунду. Это Бог положил на сердце. Это избрание. Но это надо вымаливать. Если перед вами рядом было, почему вы не ревновали? Я уже чувствовал, приближается время моего отхода. Я всем сказал. Найдите мне человека, который заменит меня. Уже насчитанный. Оригинал есть. С оригинала только снимать. Уже насчитанный. Златоуста не надо насчитывать. Насчитывать самое трудное было, а не распространять. Жития насчитанное. Добротолюбие пят томов насчитанное. Серафим Саровский насчитанное. И Анкараштадский. И Фрем Сирин. Блажен Августин. Все насчитано уже. Я отдаю даром. И даром отдаю. Все магнитофоны, всю тонну студию. Один магнитофон 320 рублей. А у меня за ватах месячные 72 рубля. Умножь. На 15. И отдаю чистых пленок, в коробах там 50. И 3000 рублей. Даром. Для разгонки. Ну найдите мне человека. Найдите. Я поехал по стороне, по Советскому Союзу. И всем предлагаю. Даром отдаю. Ну перенести от меня. Да у меня арестуют. А у меня арестуют. Нельзя держать в одном доме. Я чувствую, меня зажали машины. Стоят и смотрят. Уезжающих от меня всех обыскивают. Я никого не нашел. И только один. В будущем я романах. Григорий, которому Кришаид голову отрезал. Он говорит. Я бы взял, если бы разрешил деньги потратить на себя. Почему мне это надо, а тебе не надо это было? Ну? Ну ты молод был. Тебя не было. Тебя спрашивать нельзя. Но я же обращался конкретно к людям, которые рядом были. Два человека. Рядом со мной. Я им доверяю. Вот оригинал. И как это делать. И как переписывать. Как опять подписывать. И каждую пленку я с двух сторон обклеивал картинками. Надписями, которые вырезал. Тогда не было компьютера. Ко мне везли-везли журналы. Я выстригал. По смыслу найти надписи. Вот еще что важно. Они мне сделали. Они чистые пленки натолкали. И это ушло в Казахстан. В Армению. В Эстонию. И теперь жалобы пошли. Я должен был вернуть. Я доверил на один день. Приближенным. Один из них стал зятем даже у меня. Ну вот. Нечаянно не заметили. Я показал. Каждую дорожку надо записывать. Переставляешь. Сразу записать. Трудность была еще в том, что оригинал был на 375. А пленкой купили на 525 метров. На 12 часов звучания. И четыре дорожки. И переключать надо было кнопки. У меня ни одной ошибки не произошло. Ни одной. Это невозможно. Это тысячи или десятки тысяч переключений сделать. И все время менять. Там одни кнопки на оригинале, с которой пишется. А здесь на другие кнопки нажать. То кверху, то книзу. А я все с записи вел. Это таблицы были. А теперь каждой партии, кому отправляю, надо сопроводительные документы. Что за пленка? На какой дорожке? Что записано? Какие страницы? У меня, говорит, в ша заело бы. Одна меня утешила сестра. Она подошла и говорит, сестра моя родная, Валентина. Она говорит, братка, ты все равно что-то придумаешь. Я знаю. И я сделал каталог, чтобы его можно было дальше на машинке печатать. Ксерокса не было. Он одновременно указывал на три размера пленки. На 270, на 375 и на 525. Одновременно по одному каталогу на все три пленки. А как это может быть? Бог. Мне это надо было. Уникальность, да, уникальность? Это было уникально. Почему? Я ревновал. Я люблю моего Господа. Я так люблю его. Я каждый день спрашиваю, Господи, а как я могу тебя сегодня возлюбить, доказать тебе мою любовь? И тот, который люди вообще... Вот сейчас один зашел. Какой-то он назвался Анапа. Анапа. Что там у него Анапа? Это какое-то у него прозвище. А у вас форум. Это вы только пиарите себя. Он зашел. А у меня тут, я сейчас не знаю сколько, наверное, уже 6000 моих сообщений. Он пришел на форум, как везде они пикируются. Тот обматерил, а этот назад, обратно ему что-то сказал. А у меня нету. 300 человек в день заходят. И ни одного слова нет. Но каждый день 300 человек зачем-то заходят. Я об этом говорил. Что они, люди, должны прийти напитаться. И они питаются и, бывает, задают вопросы. Это первый вопрос Игнатию Тихоновичу, на которые люди ждут ответа. Я уже дал 1423 ответа. Только вот в этой графе. А он зашел. Ему ничего этого не надо. Ему надо попикироваться. А ничего этого нет. Я вам сегодня бросил. Вот только это для вас. Это только так. Мое сообщение можете удалить. Он правильно понял. Правильно, совершенно правильно. У меня есть что дать. Я накрываю стол. И меня упрекать ты не можешь. Потому что ты пришел голодный. А пришел сюда безобразничать полупьяность. С похмелья. За этим столом тебя не накормят. Тебе не надо. Ты ищешь выпивки. То есть блевотину чужой. Здесь этого нету. Здесь модераторы работают. Администраторы. Тебе надо патриарха Кирилла слушать. У меня полный комплект его проповедей. Тебе охота Дмитрия Ростовского, Андрея Кураева. Ты у меня все найдешь здесь. Тебе охота узнать, кто такой Ленин. От рождения до смерти все ролики. А Гитлеры ты найдешь. Самые великие изобретения в мире. У меня все на форуме есть. Что тебе еще надо? Но тут все подводится к тому, чтобы все совместить, как хорошо с Богом и как плохо без Бога. Это вплетается в речи патриарха во всех до одного. Когда Андрей Кураев упомянул, что я его провез по всем кочкам, он не сказал цифру, он не знает. Это 120 раз я его упомянул. 120 раз упомянул, и не в положительном смысле. И он ни одного не опровергает, просто по всем кочкам. И то, что он после этого обо мне отзывается в самом возвышенном тоне, разве это не говорит, кто он такой? Это Кирилл Сахаров, Игумен еще такой. Самое отрицательное. И на него не влияет. Главное, сказал правду. А что это? Вот это и есть талантливая сфера. Она дается и развивается. Дается и развивается. И мы должны содействовать этому. Вот у меня ребятишки, они за завтрак не сядут, пока не поработают. А какая работа в лагере? Ну, одни пилят дрова, другие щепки собирают, третьи вокруг кельи, там их кельи, ну, мазанки. Прутьями заплетенно, с двух сторон заштукатуренные траву рвут. Ребятишки увидели, а вот там, говорит, один мальчишка-то пошел, видно в туалет, сел и сидит, не работает. Дети. Я говорю, подождите, я сам подойду. Я потихоньку подошел, он увлеченный такой сидит и смотрит, как муравьи. Букашку одну большая к ним заползла, они ее прокинули, но она большая для них. И они эту ракету тащат себе туда, своей мамке, под землю-то. Я отошел и говорю, не надо. Он делом занимается. У него талант уметь наблюдать за насекомыми, как инсектиды эти. Он очень хороший путь избирает. Надо заметить и поощрить, и поддержать. Вот меня поддерживала сама природа. Я вырос на поле, отец пастух, 40 лет. Я там вырос. И вот это вот дало мне заряд на всю жизнь, наблюдать природу, прислушиваться. Где голос Божий? Дым идет, леса жгут. А я думал о страшном суде. Ребенок, пятилетие. И мне, припавшему к земле, ухом слышал гул земли. И я представлял, я на страшном суде буду, и я умру, и я погиб, и буду в огне, и никогда не кончится это мучение. Вот это во мне заложено было. Вот это значит избрание. Никакой талантливости, я ничего не знал. Это бог гениальности. Я эти слова не знал. Я знаю все перед Богом. Мы все до одного уникальные. Но должны это развивать. И вчера я как раз об этом сказал. Религиозно талантливые. Бывают люди бесталантливые. Но если понимать под словом, что у него ничего нет, этой привилегией обладает немногие. Идиотизм. Не каждый наделен этой привилегией. Они ни за что не отвечают. Он не понимает, что есть, где оправляется. Ничего не знает. А остальное хоть один талант есть. Его надо развивать. Я опять же покажу на самого себя. Почему? Потому что я не видел, кто бы так упорно разыскал себе таланты. Мне 75 лет, вот скоро будет. И я каждый день молюсь, Господи, помоги мне обнаружить мои таланты. Я их 51 год раскопорил и не могу все до конца в себе найти таланты эти. Я никогда не знал, что во мне особый дар миротворчества. Примерять людей. А когда люди узнали, со всех сторон поехали, звонят. Там в родня у меня, я с дочерью не могу, я там с мужем развелась. Мне Бог дал этот талант, я его выпросил. Новый талант теперь. Примерить с детьми. А люди, которые сбоку-то заскочат, пиарятся, о себе говорят. У меня очень серьезное отношение было. Как сейчас помню, была защита диплома. Я заканчивал строительный техникум, промышленное гражданское строительство. А там, когда ты делаешь карандаш, карандашом ее бывает, где-то заденешь. И вот это убрать, которое размашешь от карандаша. Брали булочку, и булочкой, микишом убирается это дело. А если, которая резинка стирает, пластик-то, так она его пушистым делает бумагу, она туда попадает грязно, еще хуже, хоть до дырки. А будет Господь на суде спрашивать о талантах, которые человек себе не обнаружил? Ну, он как раз и спрашивает талант. Он зарыл? Нет, не зарыл, а просто он не обнаружил себя. Он не обнаружил, он зарыл. Он взял его и зарыл. Он у него был, он знал, что есть. Нет, а если он даже не узнал, он даже до этого не закопался? Ну, такого нет. Прищи такого нет, я могу говорить только по прище Христовой. Я говорю, ты не знал, а он не знал, и я не знал. Но характер тебе дан какой-то. И вот мы сидим, помню, трем этот проект. А я в это время одновременно, его защищать диплом было, кажется, 3 месяца подготовка, я его за месяц решил сделать. Мне надо ехать работать, у меня жить не на что. Я проект завать, а руководитель проекта моего пишет, кажется, 3 серьезные замещания. Я должен признать, что он прав, или опровергнуть. Но он-то строитель, заслуженный строитель Российской Федерации. Я все три решил не признавать. А вот теперь главная задача. Я должен доказать, что он не прав, а я прав. Я студент, и я прав. И я сумел доказать. И потом пятерка мне уже сразу была явлена. Я сумел доказать. Опровергнуть написанное в книгах. Это уже были проявления чего-то. И когда мы сидели писали, в это время я считал книгу, я не знаю, то ли заново перечитывал у Льва Толстого, и там половина говорят на французском. Я говорю, а почему сейчас никто нигде не говорит? А кто-то сидит, он не знал этого. Он говорит, ну ты изучи. А со мной так нельзя было разговаривать. Он меня ткнул и пошел. Уже вечером я старался в доме, где я был, двухэтажный дом, на квартире у них был. Я пошел узнавать, а кто учится, какой язык изучает. У меня в школе не было языка. Сказали, вот девочка учится в шестом классе. Я пошел к ней, познакомился. А какой язык? Она говорит, немецкий. Я говорю, а с какого класса учится? Она говорит, с пятого. А в учебнике? Да он старый, сейчас шестой класс. А вы могли бы мне показать, как считать? Она показала. Все, через шесть месяцев я уже буду разговаривать с немцами. А потом буду у немцев выступать в собраниях баптистов и говорить проповеди на немецком языке. Я говорю еще, дайте мне, чтобы кто это понял, чтобы толкнули. Мне не нужен язык этот. Но мне ткнули в меня, и меня это задело. Вот отец Сергий Льва Толстого, во всем буду лучше. Так это что? Это вы о себе так думаете? Ну ты что угодно говори, язык у меня уже есть. Я мгновенно начал заниматься другим языком в армии. Английским, французским, испанским. Мне это надо было. А я знал талант? Не знал. Не знал. Но меня подтолкнули, и теперь я понял. Игнар Тихович, вот сейчас вся страна, у нас сейчас все адвокаты, юристы, судьи, банкиры, все торгуют, перепродают, и получается вся страна зарывает таланты свои? Да. Это были спекулянты, раньше называли барышники. А сегодня они там предприниматели, торгуют где-то. Вот у нас интересно, в семье никого таких не было. Никогда. Почему-то какое-то было негативное отношение к торгашам. Однажды наше свое, свое продаешь, это понятно. Но не перепродажа, не спекуляция. Ну и вишни там, а вишни крупные такие. Набрали сливы, сливы, не лишние. Наши переехали в Киргизию к брату Акиму, отец. А он однорухий, инвалид. Ну и поставили его продавать. А они у него шлопаются, такие жирные. Люди подходят, он то ли ответит не так, то ли что-то. Он плохо слышал, катуженный был. Дело к вечеру, он не может никуда делать. Он подошел, ворых их, вывалил все, плюнул и пошел. За что бы я пошел, позор такой принимать. Это единственный раз за всю жизнь он простоял и, наверное, копейки не заработал. А сегодня все на это идут. Таланты они не думают свои развивать. Они могут теперь только подыскиваться, вылавливать. Почему? Потому что если ты развил талант, это означает, ты обвинителем для них будешь на суде Божьем. И ты мог бы сделать. У меня не было зависти к Альбу Толстому. Но я понял, что мне таким никогда не быть, но маленько я могу что-то ущипнуть. Вот это мне было дано. Я когда считал про таких людей, вот тогда был фильм «Смелые люди». На колес скачут где-то. Я решил пойти в вилках. Пойду пости лошадей. Со мной ружье. На полном скаку. Но это же не пистолет. Стрелять там. Птица летит, чтобы снять ее с полета. Почему? Я террористом буду. Что бы я ни услышал, я немедленно применял к себе. Немедленно. Почему они не применяют? Почему не заботятся? Иоанн Златоуст говорит, если один человек, который был среди вас, сумел это сделать, то, судья Божьим, он обвинив всех. И ты мог это. Я православный, в православной стране родился. Обратился у сектанта. Почему я не стал сектантом? Почему я молюсь Божьей Матери? Ангелу, Хранителю и Святым. Почему я соблюдаю каноны? А те, которые соприкоснулись с сектантами, не пошли до этого предания, до идолопоклонники. Почему? Потому что я слишком серьезно обращался. Перед тем, как мне определить себя, когда попало в руки Евангелия, я занялся через большую советскую энциклопедию. Узнать, что такое буддизм. Все книги про буддизм достал. Я их просчитал, с буддиста не встречался. Про мусульманство все просчитал. Что только можно было достать. Корана не было. Кораном я займусь потом и издам книгу про Коран. 750 страниц. Это отдельное. Дальше. В христианстве занялся изучением сект. Конкретно хожу на дом, беседую. И, наконец, Бог мне показал православие. И я-то могу доказать любому. Теперь спрашиваю сектанта. А я был православный. Я почему-то не остался православным. А что там мертвая религия? Они эти идолы дают. Еще нет. Мощи там с мертвецами возятся. Понятно? Где бы ты что-то ни взял, у меня везде проявляется поиск. Поиск. И у меня конспекты сохранились с тех времен. Дальше я имею беседу ни одну, ни две. Сотни или тысячи в разных городах. Центральных городах страны. Киев, Эстония, Рига, там Таллинг. Я проповедую. И все записываю. Записывает на мой этапон потом. А вначале от руки за мной жена, Надежда Васильевна, все конспектировала. И приходя домой, мы заново садились и перебирали. Где мной была допущена ошибка? Где я взял не тот стих? Я должен был заучивать это наизусть. А сколько это? Ну сколько. В одной только беседе с сектантами на втором пришествии Христа они привели, кажется, четыре места. А я знаю, они любят Библию. Никакой другой. Я привел на память семьдесят два места. Место это бывает пять стихов вместе. Это одно место считается. И наизусть. Ни одного места стиха слово не переставить местами. И назвать глава и стих. Для них это был шок. У православных. И этого было достаточно, чтобы однажды приехал баптист, который ко мне, как отец новому Израилевичу, который я в Грузии пропедую, он сразу стал православным. Чтобы отец Геннадий Пас Бенанитов оставил. Значит, вот то, что я раскопал эти таланты и умножил, этого было достаточно на той встрече, чтобы на людей так повлияло, чтобы они приняли православие. Я знаю, этот талант умножается теперь там. Там, там и там. А теперь через этих людей обращаются новые и новые, которые не православные. И делаются священниками. Это уже через отца Геннадия, отца Наума, отца Василия. Мне Бог дал. Почему это тебе не дает? Я это не к вам говорю, к любому где-то. Они могут только пыхтеть и плевать. А на меня это никак не действует. Я тебе должен показать пример. Город на вершине горы. Вот и весь сказ. Я конкретно тебе говорю. Я подражаю апостолу Павлу. Я пошел бы с ним. Что самое главное для человека? Семья, работа, жилище, достаток. Отведи это в другую сторону. Разведи. И скажи. Прах. Что есть, что нет. Тогда Бог будет с тебя работать. Где Дух Господень, там свобода. Почему этой свободе моей позавидовал кто? Талантливый человек Андрей Кураев, Яков. Когда он сказал, я Игнатию завидую. Еще потом, да, я ему серьезно завидую. Я понял, он обречен. Когда он это сказал, был профессор. Ни одного замечания ему не было. Никаких эпатажных выступлений ему вину не ставили. Но когда он сказал, у меня опыт такой. Он сказал, а я начал молиться. Все. Действие включено. Уже Крым будет в зажигательной точке. Игнатий Тихич, а вот тяжело определить рамки талантливости. Вот, к примеру, сейчас много таких профессий развелось. Вот, к примеру, человек имеет автостоянку, да? У него там сотни машин. Вот у него работа. Он работает по 12 часов в сутки. Может быть, человек развивает таланты вот на такой работе. Стоит. Вот этот татарин, я о нем взял. Татарин в Казани. Он именно это и делал. Собирал разные отходы с базара. Завел там, что там, коров, свиней. И все продавал. И купил он 80 автобусов. И подарил детским домам. Мусульманин. И это когда была инфляция, а где деньги хранили в тазике? У него только собак много там охраняет или что. Дени, какой татарин? Я вам спрашиваю, автостоянка, автомобили стоят на стоянке? И он это сделал. Он нашел пустое место. И разгладил его, ему дали. И сделал автостоянку, и сам охранял. Сын помогает ему. Я как раз про это и говорю. И он миллионы. И ничего себе нигде не взял. Ему память их при жизни сделали. Он едет на телеге, в натуральную величину лошади. Там же их президент. Вот какое дело. Пример, а он мусульманин. Склони голову перед ним. Он показал. Ты все, что не делаешь, делаешь ради Господа, да? Вот это мы делаем. Я это делаю ради Господа. Ради моего любимого Иисуса Христа. Он делает, может быть, во имя другого чего-то. Он там о религии не говорит, но видно, что он мусульманин и делает. Не машину, 80 автобусов. Прикинь, какая цена. Да ты дашь, это он что только не покупает и детским домам, детским домам, детским домам. Вот, вот, пожалуйста, пример. И такую автостоянку сделал он. Когда считаешь, невероятно. Кажется, развел там 300 коров, что ли. Вообще невозможно даже считать. Как это ухаживает? Нанимает, платит, а деньги все собирает и деньги тут же реализует на детские дома. Он впереди нас идет. Это талант. А он знал про этот талант? Может быть, и знал, но не до конца, пока не начал делать. У него новые и новые мероприятия он делает. Скромница. Знаете, что мы вот так знакомы, тесно с сектантами. Вот, неужели они правда понимают спасение свое, что они спасены уже Христом? Это обольщение. Ну, они правильно, правильно, вот так понимают, вот прямо так и понимают. Совесть заблокла. Совесть разве не обещает, что ты делаешь каждый день? Как пес на привате навозвращаешься. Я встречался с такими, которые жене изменили. А одновременно сидит в собрании. И у него от трех женщин, которые тут же сидят, дети одновременно. И он, вот, и все знают, и нормально все. Присвитера возит домой. Фамилию, что называть? Да теперь он умер. Город Барнаул. Сергей Толстенко, Сергей Федорович. Еще непонятно. И он еще издевается над православными. Издевался. Ну, представительный, можно сказать, производитель настоящий. Но теперь дело в прошлом. И он спасенный, и он спасенный. Я говорю, Сережа, ну как же ты? Маленько-то смотри, ну. Сын от царой, где он ночевал, там. Лишь, подходит ему тоже Сергей. Папа, я тебе не отец. Это все слышат. Ну. Ну, он так понимает. Мы спасены в надежде, Павел говорит. В надежде. Многие потерпели кораблекрушение в вере. Не без веры. Кораблекрушение. А о многих я говорю, как о врагах креста Христова. Апостол Павел говорит. Они этого не считают, и сатана от них это закрыл. Да, я спасен был в тот день, когда я был в купеле, когда я вышел. Спасение мое с первого дня подверглось великим искушениям. Да, я молюсь и надеюсь только на милость Божию. Но и не по православному, когда до отчаяния, как свинья лежит в колоду. Да, таких молитвей не должно быть. Вот для этого сейчас мы каждый день болимся. Господи, Владыка живота моего. Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия. Православное выборство, или серебролюбие. У старобряста, по-настоящему. Не дашь мне душа целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Это надо, нету, я просить должен. Они этого не молятся. Я всегда всем говорю, ваша главная вина, что вы не идете на исповедь. Собственно, на соку варитесь. А когда ты идти на исповедь, то грех тебе уже таким сладким не будет. И раскаяние предполагает, что ты никогда не пойдешь туда-обратно. Они обольщенные. Кроме того, у них нет таинства. Я им показываю, вы не церковь, потому что нет епископата закона рукоположенного. Я не могу уйти из православия, хотя мне тут делать нечего. Я нашел свою ячейку, я в ней тружусь. Но душой я ближе к евангельским христианам, баптистам. Когда смело, свободно, ничего лишнего не смущает. Но то не церковь. И поэтому я приговоренный. Я заложник того, что я во что уверовал. И я добровольно это принял, раскрепостился и добровольно никуда не ухожу. И работаю для православия. 51 год. Если я сколько-то сможешь, и ты. А что? Как понимать можно? Горе вам смеющийся. Горе кому? Горе вам смеющийся. Как понимать? Ну, буквально понимать надо. Не смеяться. Правдник едва кротко улыбнется. Они счастливы смехи обнажают зубы. Стерахов. Смех важен обратиться в плач. Буквально в смысле? Какой смех? Когда нож в горло. Почему никто не смеется, кому голову резали мусульмане? Кого на расстрел выводят? Он и мира-то этого уже не видит. Мы в юдоле печали находимся. Мы приговоренные все к смерти. Меня судят. Меня срок назначает. А я смотрю, сидит судья. Краевой суд меня судит. Прокурор. Дуется. Ну, до того на Брежнева похожий был. Брови такие красивые. Прям глаза застилают. И злится. Я тогда встал. А его Яков Иванович зовут. Я говорю, Яков Иванович, зачем вы на меня смотрите, как это Ленин на буржуазию-то? Придете домой. Это недовольство на жилую песни. Меня все равно бы уже осудили. Бросьте бы это все. Я встал и сказал, бежон маленький, а потише. Я еще не вернулся, он уже помер. Я еще в лагере, его уже нет. Я должен конкретно каждому без страха и трепета сказать, как он может исправиться. Я это говорю сектантам, говорю православным. Говорю католикам, говорю атеистам. Говорю фашистам, коммунистам, патриотам и самым немощным разбитым. Я должен это говорить? Я бы мог не говорить маленько что-то, чтобы сохранить человека. Я теряю его, он мне нужен человек. Да какой же я после этого проповедник-то буду? Даже выгоду он дает мне только духовную. Я не должен на это смотреть, потому что душа его дороже всего. Я обязан ему сказать. Так не поступает сегодня. Я не сказал, а я ему врежу. Не врежу. Я сначала должен вымолить у Бога, говорить или нет. Я иногда не говорю несколько лет. Рядом да около хожу и молюсь. И наконец-то наступает момент, когда я ему скажу. А не так. Я увидел человека, я сейчас побежал и сказал. Не так. Если явно, что грех, который смертельный, я должен сразу сказать. А остальное я должен подготовить почву, чтобы он принял. А бывает, видно, что он взорвался, я должен сразу пойти и обличить его. Мы все уникальны по-своему. Вчера на собрании, вот прослушайте, я эту фразу, они религиозно талантливые. Я ее применяю. Люди этого не знают. Я это услышал впервые от Андрея Кураева. И я хотел бы умереть с этой кличкой. Что Бог дал мне это. Какое бы я делал, не делал, я смотрю, издаю ли книгу. У меня она все такое оригинальное, никто этого не делал. Симфонию издать на Житие Святых ее не было по сегодняшний день. Она нужна. Да как не нужна? Да поисковик по 12 книгам. У меня создана симфония на неканонические книги. В частном порядке кто издавал? Покажите мне. В частном порядке сам, самостоятельно, никаких конкорданцев, чтобы у него не было в основании. Нету. А там не было позволено. Да кому она нужна? Сейчас можно по поисковику найти. Можно. Очень часто люди находятся там, где нету. Мне только вчера заказали опять эту симфонию. И она у меня затянула больше всего времени. И она издана. Я смело утверждаю, это лучшая симфония за всю историю. И я, мало того, я вперед говорю, и лучше нельзя издать ее. Только можно больше буквы, больше бумаги на потратить. А почему? Потому что я очень хорошо знаю, что такое симфония. Я вручную создавал ее. Вот эта симфония, которая на канонические книги, на 66, ее издавали два, готовили 20 человек, кажется, 5 или 6 лет. 20 умножить на 5. Сколько будет, если один делать? 100. Я делал один. И сколько у вас ушло? Сколько ушло? Ушло. Когда я самостоятельно делал на 5 книг, эта книга у меня получилась 570 страниц напечатать. Потом переплести надо было ее. Из-за твердого переплета. Создать ее. На это ушло полтора года. Такого чуда никто не видел. Представьте, пригородный поезд идет, и я еду, со мной эти бумаги. Бумаги, которые обычно печатают. Это обыкновенный лист, там, А5. Я раскладываю на себя, там сиденье, видать, весь вагон-то. И рядом, которое, и здесь 4 сиденья занимаю, и раскладываю. Мне нужно 475 листов разложить. Новое слово «считай» и ищу где. И оно на букву «К» теперь куда? Ку. Ку найти. А где? Где-то. Как? На К и А. Я должен как на дерево все это развешивать. Вручную. Это вообще невероятно. Я один. В дороге, да. Да. А насчитывал затоуст, набрал с собой и на работе насчитывал. Фурга, приезжать клиента, я должен... можно перепелку. Вот люди смотрят передачи наши, понимаете, они слушают вас и ищут вас в пути спасения души. Понимаете, я вот не зря, допустим, задал вопрос о том, горе вам смеющейся. Людям важнее вот такие вещи, понимаете, как. Вот сегодня люди ищут где посмеяться бы им. Вот посмотрите, юмористические там программы, вот ко мне приходит часто человек, он постоянно хочет посмеяться, понимаете как. Должен ли я обречить его и сказать, что он не должен смеяться с халей любой своей? Можно. Я одному сказал, так он смеялся, я говорю, написано так, необъезженный конь, ржет под всяким седоком. Поисковик, заявляйте. Когда я ему сказал, он как, я говорю, необъезженный конь, которого еще не обуздали, он ржет под всяким седоком. Он по-на-русу... А что человек теряет, вот впадая в такое состояние? Грех, нераскаянный грех толкает его на это. Он этим смехом прикрывает свою нераскаянность, немощь и гнилье, которое у него там лежит. Он отвлекает внимание. Это ложный уход, маневр. Я таких людей встречал многократно. Их надо рассеребить. И когда его конкретно пришпилишь, он тогда сразу хвост поджал и ушел. Ну, они тоже почему-то есть. Он больше не придет тогда ко мне. Если я его облечу, он не придет больше ко мне. Ну да, он и не нужен. Ты облечи его по всей правде. Скажи конкретно, покажи, что у тебя есть взамен того. Я не настаиваю. Вот я, когда издавал, насчитывал златоустство. Священники подыскивали, сами у меня заказы делали, архиереи, монастырей, пюхтинские, представь, с Эстонией. Это ко мне приезжали. Но вы сами возьмите. Вы считать умеете? Умеете. Златоустство, насчитайте, распространите. Не один. А за кулисой меня... А вам гордость не подходит? Я говорю, подходит. Со всех сторон обложила меня, я не знаю, как встать. Да я уже от этой гордости, пока о златоусте говорить, я уже насчитываю добротолюбие. Все, гордость, возношение. А он сидит, пузо расквасил, квашню свою. И за мной он хочет успеть. Да где он успеет? Он меня долгует, а я как пушинка от него отлетел. Как один писатель ко мне приехал, говорит, в редакцию поступило столько о таком человеке. Я подумал, как пойду? Это там такой богатырь зашибет. Это только от обо мне. Наконец приехал, а вдруг гляжу, яршистый, пушистый, как шмель. А потом гляжу, нет, это не шмель. Это, для слова божия, нет уст, там в конце это написано, версты. Макаров Сергей Сергеевич. Они еще эти люди не делают. Ну, только делов не обращают. Есть такое выражение, наплевать да забыть. Я нахожу утешение еще в том, что пока он надо мной здесь изгаляется, в это время он других не трогает. Он не может надо фронта работать. То есть я отвлекаю его. Он в меня пока плюет, у него рот-то повернутый ко мне, туда он не может плевать. Он такой везде одинаковый. Он везде одинаковый. Но это его путь, он его избрал. Он знает, какая ему кличка, что он ненадежный товарищ, необеженный понь. Я ему найду название, но ему это не надо. Все. У меня один был такой, приехал, председатель колхоза, хорошо относится ко мне. Он забыл в то время ветеринар, ветеринар главный. И приехал с сыновьями. Мы беседуем. А вы приезжаете, а еще по Теряевке не было, костер, ночь, звезды. Дети дремлют его, а он на машине на своей. И я сижу. Я один в степи. Там, где лагерь наш сейчас. Я туда приезжал, и там был. Ловил рыбу, жил на природе, один гуляю. Я вообще абориген. А он говорит, на нашей земле вот приехали. Я говорю, господня земля, и что наполняет ее? Валерий Григорьевич. Игонин. Как вы сказали? Я говорю, господня земля, и что наполняет ее? А он коммунист, такой богатырь, там, чемпион по понятию тяжести в районе или где. Он посидел маленько, помешал угли. Ну, ладно, я поехал домой. А это ему ехать там 12 километров. И все. Фраза Божия. Это вещи мою на острове. Господня земля не ваша. Не ваш Крым. Божественный Крым. Божий. И сегодня вот подбивает, а кто прав, не прав Путин. Мне не надо рассуждать это. Я должен молиться только, чтобы Бог дал ему ума. Сегодня послание любит употреблять примерно такую фразу. Они говорят, что Аллах землю создал, и Москва наша, говорят. Вот молодежь сейчас любит часто говорить. Аллах что создал? Землю. Ну, правильно говорят. Они говорят-то правильно. Что я буду опровергать? Мы совершенно с ними согласны. Он все создал. Создал. И мы будем исследовать самое маленькое. Вчера интересно у меня было. Володя вышел из храма-то. И около дверей лежит птичка. И он ее принес. До того она красивая. Это прямо я могу сейчас даже показать, какие перышки у нее. Подожди-ка. Прямо я... Ой, полетели они у меня. Ну, потом подберешь, Володя. И вот смотри, видно или нет. Вот какие у нее перышки. А краска-то идет с этой. Ну, а вот тут я и держу. Это отсюда идет тело его здесь. И вот она как краска проходит. Желтая, белая, красная. Как она могла там пройти? Пестрая. Это и крылышко одно. И он принес Володе. Говорит, он еще теплый. Но изо рта идет кровь. Непонятно. Он то ли ударился, то ли что там было. Вот оно где. Это второе крылышко. Ну, я-то птичек знаю, орнитологией занимался. Посмотри, какой он красавец. Вот перышки полетели. Я отовсюду у него взял эти перья. И вот это вот у него хвостик какой. Это из хвостика. Вот какое перышко. Ты посмотри. И на конце у него как. А какое подбородок. Какие щечки у него. Вот это нельзя было показать. Мало того, у него там где-то, я сейчас не знаю, где это у него было. Где-то около головы. Вот такое вот. Какие коричневые. У него вся гамма цветов. Это серистель. Еще вверху такой шикарный хохолок. Сам пушистый такой. Ну, что случилось, непонятно. Это ударился он или какая птица, ворона его ударила. Ну, он мертвый уже был. Я крылью. У меня целый музей крыльев. Ну, это маленький тут такое. И вот одного свереселя исследовать тебе, как эта краска попадает, как крылья раскрашивает, тебе жизни не хватит. Я считал, не считал этот, мне рассказывает, со мной сидел директор рыбокомбината. У нас, говорит, один защитил кандидатскую степень. Какой-то там клещ под водой. И съедает чешую. У рыбы, у карасей-то. Кандидатскую защитил. Я говорю, что? Да рыба-то передохла все равно. Люди защищают степени разные, изучая конкретно, определенно. Вот изучает человека ухо, горло, нос. Все, на этом кончилось. А рядом глаза. Нет, это окулист уже решает. Здорово живешь. Ухо, значит, горло и нос. А губы? А зубы? Зубы-то донтист. Да на одной-то голове сколько их кабинетов-то понастроили-то? На одной голове. Я говорю, у меня суставы болят, о, это другое. Ну, что-то не могу никак оправиться. О, это еще другое там. Там еще другое, другое. Они не знают, какому направить. И там накроют, а таргентологи там так, это, слова-то не выговоришь. Ничего они не знают. А кто знает? Бог знает. Я только говорю, знаешь, вот это аптека, а как вы лечитесь? А где лекарства? Оно все во мне. Я сам по себе аптека. Вот это я узнал. А как? Очень просто. У меня нос. А в носу есть такая жидкость, называется сопли. Вот если где-то обжег, скорее в нос, если только сопли-то есть, у тебя, а если нет, это уже беда, то ты скорее помашь от ожога. Это как белок яйца. Она такой же по цвету и все остальное. Вот. А теперь какая-то у тебя, ты с картошкой возишь, у тебя щель на пальце. Вот здесь вот на щель, и ты его, надо в ухо, спички маленько засыпи, серо называется, промашь ее, все. А если порезал, порезал, отверни сторонку и попись ей на палец. Это самое лучшее лекарство, это аптека. Эта аптека самая настоящая. Я тебя назову. А если где-то вот так, зализывай рано, отсасывай, сплевывай. Даже змея, если тебя ужалила. Перехвати, отсасывай, дезинфицирующий у человека, все абсолютно в нем. Все вместе мази, не дадут той ребенку, что мать, кормящая, даст его с молоком. И это у животных, у всех. Что тут тебе надо-то еще? Ты сам себя не изучишь за всю жизнь. И сколько в тебе есть? Самое трудное, тяжелое, до смерти огорчение, когда друзья становятся врагами. Апостол про это и говорит. Об этом говорит премудрый Соломон. Когда человек говорит, и с друга становится врагом. Сейчас я покажу, где это. Вот. Это я сейчас смотрю. Это, видимо, в неканонической Сарахова. Так. Сарахов, 38 глава, второй стих. Не если это скорбь до смерти. Скорбь до смерти. Когда приятель и друг обращаются во врага. Вот запомни, это 38-2. Вот мы вместе, то, другое. А ты прикидывай себе, что ты сделаешь со моим когда-то врагом. Устрашись этого. Когда-то что-то не понравится, начну что-то напевать, будет по-другому. Ко мне подойдут, я твоим сделаюсь так. Так, сейчас ты смотри. Это самая большая скорбь. Мы ходили в дом Божий. Разделяли искренние беседы. И он стал врагом. Мы ходили вместе. И он сделал стал врагом. Подставил мне пету. А 3-я Иоанна, 1-го года, 4-й стих, говорит так. Для меня нет больше радости, как слышали, что дети мои ходят в истине. Это самая большая радость. Большей радости нет. И самая большая печаль, когда дети твои, друзья становятся врагами твоими. И что, надо это перенести. У Христа это было. Он Господь Бог и все это перенес. И да, гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Вот так. Я говорю, а это убрал, наверное, не слышно было? Слышно. Ну вот такое дело. Вот я опять возвращаюсь к вчерашнему собранию. Быть религиозно талантливым. Все, что касается спасения души, ты в этом должен видеть что-то, чего еще нигде нет. Я специально вот, чтобы сидел, я и думал, как бы это придумать, что-то новое, чего нет. У меня этого не было. Не было просто так. Вот у меня книжка, и она рассыпалась. Вот она лежит, сейчас я покажу. книжка очень редкая. Она называется «Христос мировой поэзии». Иона Брехничев. Вот она. И вот она вся книга, это с корешка, она вся рассыпанная, вот она вся, по одному листику. Это все поэты какие были. Но сейчас я не переплетаю ее, но раньше у меня книги-то были другие, и книги старенькие. Я познакомился с одной сектанкой, и она знает одного старичка, я не знаю, православный, я так с ним и не встретился. Он переплетает. И когда она переплетет книгу, конечно, я плачу деньги, я все смотрел, как переплетает он. У меня было такие обтрепанные края, он там наклеивает листики. Как здорово-то. Вот я сказал, как здорово, и надо бы научиться. Больше я дальше не пошел. Теперь все это устремилось в молитву. У меня книг много, и денег уже не будет хватать, а переплетает одну или две книги. Я хотел бы так научиться. Ну и сказал, только делов-то. Многие говорят этим. Я-то на этом не остановился. Вот это означает быть религиозно талантливым. Я считаю это в любом деле. я говорю сестре, а она сейчас в общем у нас. Я говорю, книгу вот как переплетает. Она говорит, а почему сам-то не переплетаешь? Меня больше счастья женщины учат. Я говорю, а как? Книжка есть такая. И она быстро принесла мне книжку. Я стал считать, о-о-о-о, да там целое, понимаешь, нет, это как обрезать, как переплетать, как переплетать. Там самый крепкий это способ, нитками, шнуры, шнуровой метод. Вот это старинные, все книги так переплетались. Это вот я сейчас покажу. Вот первое, это я же записную книжку делал. Вот это черный фальчик. Я вот беру, ее порвать нельзя даже. Вот это первое форзац. А дальше, дальше вот она идет, эта книга. Вот теперь я веду, это дневник я веду. Вот она. Теперь видите, как выдавленная вот это. Это обыкновенная клеточка-тетрадка. Это мой переплет. Вот обыкновенная у него эти закладка. Все это сделать. Но, я понял, самостоятельно трудно. А где материал взять? Вот она сделана, вот это называется лидерин. Я не знал, это лидерин. Бывает бумага переплетная, а бывает кожа. Это разное все. Я познакомился, пошел в типографию. То есть, я не останавливаюсь, продолжаю дальше идти. познакомился с директором. Директор говорит, а я вам дам лидерину. Я говорю, а сколько стоит? Тут отрезки разные. Но я вижу, мне надо много. Я уже начал переплетать. Переплетаю, беру старое, пошел, как они сами, в переплетном цехе, где вручную, одну книгу переплести, это много времени надо. Много. Я понял, вот это как раз то, когда я буду на пленке слушать, заново прослушать, ночью-то спать охота, я буду переплетать. Это я где научился у Елизарова Косика из Кургана. Главную работу сделал днем, студентам преподавать. А ночью, чтобы не заснуть, я у станка работаю. Я начинаю переплетать. Вот здесь, допустим, это 500 страниц. 500 страниц. Про это узнали старобрядцы. Понесли книги, которые одну книгу в мешке несут домой. Книга на полмешка. Это огромные книги. Теперь пошли они все. Узнали баптисты. Заказывают вот такие для песенников, они вручную переписывали. Теперь я еду на тележке и покупаю тетради в клеточку. Сразу покупаю, допустим, 15 тысяч тетрадей. Ты понимаешь, что такое? Узнали об этом городском специальной организации, там документы переплетают. Мне на автобусе привозят документы. Это пошел заработок. Я переплетаю. Директор приносит мне огромный рулов. Я не беру. Я говорю, он у вас не ворован? Нет, не ворован. Это там как-то что-то сказал, там было. Я говорю, вы можете мне просто чуть не поклясться, но сказать, что я купить-то вас куплю. Я купил. Но я на этом не останавливаюсь. Теперь узнают священники из других городов. Я понял, мне не успеть. Я набираю команду и начинаю переплетчиков готовить. Мне это надо. Другое-то этого не надо. У меня сидят рядом священники, сидят диаконы из других городов, из других республик. Они сидят и учатся. Теперь я показываю все это под запись. И каждого мне надо снабдить материалами. Вот этот, который вверху у книжки, это называется каптал. Вот склеивают вместе и такое видится красиво. Каптал. А это лессе называется. Лессе, вот эта закладка где-то. И теперь дальше я буду издавать книги уже для всех людей. И худо или бедно я переплел примерно, примерно три тысячи томов. Один. Это не переплетный цех. А сколько сделали переплетчиков? Я не знаю, но полсотни, наверное, есть. Так ничего, это не все. Я делаю объявления в университете начинающие студенты переплетному делу. Бесплатно. Ты понимаешь? Ну остановился бы на этом, так я не могу на этом остановиться. Я хочу, но я не могу. Тебе это надо. Вот я понимаю, вот это и есть беспокойство. Вот это развитие таланта. А теперь переплетчики, какие есть, я им сдаю, инструмент надо приготовить. Я знаю, как сделать, как, чтобы зажимать тисы, ножи, обрезать. Я должен снабдить их, кому-то показать. Там работа другая еще идет. Это только по одному делу. Потому что меня толкнули на это дело. И я стал переплесчик, реставратор, старинные книги, где концы там оборваны, дописывать, иногда страниц 50-й надо писать, найти, кто переписывает, печатно. Кто будет печатать. И переплетая старинным методом на шнурах. это самый лучший метод за всю мировую историю. Все книги старинные так переплетены. Это одно, я говорю, одно. Теперь я был за границей. Я выезжаю в Жордан-Вилле, у них типография. Выходят книги «Жития святых», но они без корочек. Но уже в блок они их сжали. Уже переплетены. Я говорю, дайте я переплету. Я их привожу оттуда, в контейнер, и все до одной переплетаю. Теперь пошло уже книгах идут. Я веду и на занятия, и с собой, со мной друзья приносят два-три рюкзака книг, которые я там раздаю. Это умножение таланта. Но патриарши делать все бы то не было. Они гоняются за мной, уничтожить это все надо. Как демоны. Маленький пример. У нас всегда отец держал собак. Собаки большие были, потому что овечки, и надо было, чтобы волкодавали. Один с двумя волками дрался. Не могли взять его. Я это все запомнил с детства. Теперь я вижу однажды, как собака слушается, по команде может садиться. А у нас этого не было. Ее отвязали, она побегала, с волком там где-то сцепилась, и все. Я говорю, а как вы это учите на у нас клуб собаководства? Я пошел, деньги платить надо, я не могу. А собака какая? А у них норма, у кобеля 72 сантиметра в холке переднее должно быть, а у суки 7,68. А там не 72, а 78. Большой Руслан звать его. Там Шиловы, кажется. Я постарался познакомиться с ними, меду принес, чтобы от этого кобеля получить щенка. Да это бы все, только мне нужен рослый, не для выставки. А как учиться? Пошел к пограничникам учиться. Клуб собаководства, купил книгу, вторую, все законспектировал. И будет экзамен в уголовном розыске. Моя собака займет первое место. Подсаживать вюелирные магазины. Я это любовью к собакам заразил священников, и они во время службы меня вызывали, заказывали щенков. А я бы одного щенка, и на этом все, нет, погибает один. У меня вторая будет собака. Я знакомлюсь с чемпионами, с хозяевами. И сейчас еду с собакой, которая чемпион России. Любое самое маленькое дело. Ну, собака, о чем ты разговариваешь? Да так, но я нашел, что есть псы бредящие, любящие спать. Это священники. Я нашел в священном писании. Собака это друг человека. Я на практике это узнал. Ко мне прилетает из уголовного розыска салматы. Я собаку им продаю. А тебе это надо? Надо. Я показал им пример. У меня столько знакомых было. Я среди милиции распространяю журналы. А какие? Братский вестник, бапсистские журналы достаю и там распространяю, чтобы они о Боге узнали. Так это не православное. Вот это место талантливости религиозная. Я нахожу, где все правильно говорится. И для меня разницы нет нигде. Ну, кто еще бы занимался этим в советское время и так сделать, чтобы это не было экстремистски, никак и приняли. И при том начальство. Я сижу в кабинетах у начальника. Стою в церкви, молюсь, в это время они меня дергают за рукав. Я оборачиваю милицию. Я выхожу. В чем дело? В ювелирном магазине ваша собака, да? Разбили витрину, но пробраться не смогли. Мы сейчас там щитом закрыли. Милиция охраняет. Поехали, надо собаку издать. Продавцов мы уже вызвали, никто не может зайти. Она у меня работает, получает деньги. А всего ничего только. Мне понравилась собака. Я довожу любое дело до совершенства. Почитал Златоуста. У меня первая мысль, как распространить. Как? Наконец, магнитофон, я узнал, там, 7 или 8 минут дорожка такая. Маленькие-маленькие были. И первый раз я видел у Баптистов, у одного Шелковникова. Его фамилию запомнил даже. У него магнитофон был Романтик 309, что ли, 305. Он сказал, 4 дорожки есть. И он не знал, что я буду ездить теперь по всем республикам, на мотоцикле с братом, искать и искать эти магнитофоны. Но нашли магнитофон Маяк 205. И эта магнитофонизация пройдет по всей стране, в Сибири за рубеж вывалится. И вот за счет этого теперь конфисковано было. Я имею это дом, где сижу, и имею это храм. А началось ничтожно, из ничтожного полезное, извиняюсь, чтобы люди знали. Знали. И насчитано 50 томов было. И все они сейчас стоят, Бог сохранил. Вот это я отношу все к религиозной талантливости. Это Бог дает талант такой, но его все время надо работать и развивать. И у меня, когда я говорил дам все, вот которое у меня было, 15 магнитофонов, весь архив, оригинал, 2 степленок, еще ящиков 50, и 3000 никто не брал, только КГБ взяли. Это самые последовательные ученики мои были. И они тогда пришли и забрали. Минутич, хочу сказать, талант снайпера, талант Бора тоже можно назвать талантом. Да. Но талант по естеству становится талантом, если он используется в угоду Бога, тогда это становится талантом. А так человек намного и способен. Старствие Божие подобно книжнику, которые сокровища с вами носят старое и новое. И это я все знаю с первого дня. У меня был талант один. Метко стрелять. И Господь направил другое. Я буду работать с сектантами. Поверну на духовное. Все, чем я занимался, раньше мне все послужило на пользу. Но уже в религиозном плане. Я хотел очень быть книжником, который выносит и старое и новое. Вор был. Ну, теперь давай. Как ты умел хитро делать? Павел говорит, допустим, хитростью я брал с вас, но воспользовался ли чем сам. И теперь ты среди воров трудись. Заставляй жертвовать. Однажды я для детского лагеря ищу. Открывай детский лагерь. У него муки, ничего нету. А уже кое-что достал. Уже у меня там это есть тесто-меститель и все. Лежу около церкви, стоят мужики, крепкие, здоровые ребята и на капоте разложили, там что-то выпивают, едят. я подошел. Ребята, вы не можете помочь мне? Я для начальника детского лагеря, купить не на что. А вы знаете, к кому подошли? Я говорю, а кто? Рэкетеры мы. Так это самое то, что мне надо. Ребята, рэкетеры, помогите мне. Я с ребятишками занимаюсь, их надо научить и я знаю это. И они мне помогли. Я ни перед чем не останавливаюсь. Обращаюсь ко всем. Но бывает в момент, когда меня зацикливают, вот как вчера с этим, ну мне тяжело, что для меня работает. Тогда одна у меня такая Голобокова Светлана Ивановна, зам или какую-то должность занимала железнодорожной администрации, она говорит, а такая метр девяносто ростом. Я как сказал, говорю, такую долбью не убьешь и жильем в гроб не положишь. Как она работает? Она говорит, вы для себя просите? Нет. Я говорю, для лагеря. Что больше не слышал, никогда стыдно. Вот это, что вы просите объявление, по-новому переделайте, чтобы касалось людей. И она как-то начала назвать, так, Фомблаткин приедет, ему нужно растительное масло. Директору звонит, сколько? Две фляги. Вместе с флягами отдайте, все будет сделано. Позвонила холодильник кому-то, а тот, так он, что она дала там своей, которая рядом, помощница? Да они ответили, не могут. Ну-ка, дайте мне их сюда. Да я из них. Так, холодильник найти Лапкину. Для детей стараются. Вот на каких бог вводит людей. Там мы с ней сделали с друзьями, она ко мне на дом будет приезжать. Я ее в пример везде ставлю. Вот как надо работать. К ней заходишь в кабинет, а дверь она не закрывает. А зачем закрывать? Я вижу сколько у меня там людей есть или нет. Они ко мне пришли, они в прихожей сидят. Я потом пришел, гляжу, а это Нина Викторовна, это нет. Я говорю, а ее где-то нет. Убрала я ее. Сидит там, болтает только. Мне не нужны такие работники. Я сразу взял для себя. Я взял для себя. Я нашел пять качеств лидера, которые она отвечает им. Первое, я вам говорил, какое. Первое, воображение, знание, умение, решительность, беспощадность, привлекательность. Я вижу, как работает ректор, проректор университета Борис Васильевич Семкин. Как приходят люди, как он, он академик, там заслуженный. И я ему говорю, он расположен, Борис Васильевич, разрешите мне у вас один день посидеть в кабинете, посмотреть, как вы работаете. Это кто? Вы просите? Да мне самому надо у вас учиться. Вы с такими людьми работаете? Нет. Я многое нашел у вас. Вот студента отчислили, пришла мать. Как вы этот конфликт решаете теперь? Вот я увидел, увидел, у меня такие ситуации не были, я работаю с другими людьми. Ну, пожалуйста, сиди здесь. Да до меня сколько их было? Кто-нибудь просился у него это? Никто. Так у меня образования-то нет. У меня образования никакого нету преподавательского. А всегда спрашивают, а где вы учились? Я всюду учился. В первую очередь Битания Библии у людей и у окружающих и где бы что ни было. Где бы не было. Вот я стою на остановке, еду в тюрьму. А рядом вот так асфальт прогнулся и машина, если она не видит, она в него сунулась, ее подкинула или они обижают. На остановке тут остановка трамваев, сколько, автобусов. И стоят люди, все видят. я тут же немедленно связываюсь с милицией, ГАИ и так и так. Говорю, тут такая яма вызывает опасность. Я своим сказал, да бросьте вы, милиция. Никогда они тут не будут. Кому это надо? Будут. Проходит дня два, я снова еду в тюрьму. Уже все. Асфальт ровный, где ничего нет. Но вам награды никакой не будет. Вот я иду дорогой, и тут встречается Алтай-Потребсоюз. Это большая организация. Но они как-то рядом другая организация и сделали так. Поднимаются сантиметров на 30 блоки. Это все засыпали, чтобы легкий подъезд. Болчанок-то идет, ни ступенек, ничего нет. Я когда начал делать это дело, ничего нельзя сделать. Я решил другим путем. Вызывая редакцию, фотографа, со своей общей на туда едет инвалид войны, на одной ноге там телепает. Женщина с ребенком перебирается через это как залезти. И пишет статью, корреспондента призвал лучшего. Статью в Краевую газету. Теперь эти газеты раздают депутатам. И там подняли такой играй. Все это сделали сходы, съезды. И меня вызывают, посмотрите. Я говорю, я прошу убрать, а не марафетить здесь. Ну понимаете, это так много, то другое, но согласитесь, можем. Мэр города занимается этим. А до меня ходило сколько людей? Десятки тысяч. Все мучаются, никому делают. И мне всегда это дело есть. Вот это и есть талантливо жить жизнь, уже не религиозная. И теперь ходят, люди поднимаются, идут по ступеням, поднимаются на этот постамент. Пирс я его назвал, пирс, где корабли пристают. Мы идем туда, а ветки свисают отовсюду на дороге. Ну еще, ну люди уклоняются. Я пришел к брату и говорю, брат, люди идут, а ветки деревьев. Стемнялось, мы взяли лестницу и пошли и обрезали все ветки. Но я же не работаю в этой организации, которая занималась. Какая разница? Ветки собрали, сложили, ночь у нас никто не видел. А тебе это надо? Тебе не надо, мне это надо. Это мои граждане. Это все за кадр, я первый раз об этом рассказываю. И где бы я ни был, где бы ни касался, везде, везде след должен оставить. Я не потому что хочу, а я внутренним голосом слышу. Я обязан, я живой. Завтра я не смогу это делать. Я должен оставить везде не просто наследить по жизни, а сделать след. След, дать пример. Вот так. Ну это уже больше не талантово, чувство совести относится. Мы все талантливые. Я вот сколько встречаюсь с людей, смотрю, что они умеют, я не умею. Вот вчера они мне делали, у тебя как балда вокруг их крышица. Ну у меня качество, если я не мешаюсь. И я не могу. А я стал подозревать, говорю, вы это наверное делать, это наверное из Краснодара, Сергей Козлов вас подбивает. Деньги посылает. Они еще там между собой переговариваются. Ну мы поехали. Я пошел на занятия. Прихожу, уже все сделали, тайно пришли. Ох, ребята, как мне тяжело это. Да не для себя перестаньте, они меня уже начинают просто давить. Ну я знаю, не для себя. Ну это же для людей работаете. Все равно мне тяжело. Я не привык к этому. Я привык давать. Но мы вам и не даем. Они уже знают, как меня надо давить. Ну ладно тогда. Это вчера, что я только мои, я не то, что там рисуюсь перед кем-то. Это внутреннее мое переживание. У меня аппетит пропадает. Когда я не даю, а беру. Так тоже нельзя. Надо и брать понемногу. Ну вот так. Я вам показываю вчера, вот я что взял. Еще раз покажу. Посмотри. Посмотри, какая красота. Это Бог создал в одной птичке только. В одной. И красненькие, и желтые. Ну другой скажет, что он возит со старик с этими? А я не могу не восхищаться моим Господь. Это мой Господь. Это моя радость. Так это, я его еще не распушил. А если распушить, то ты посмотри, что там в каждом перышке-то еще. Вот она. Так только одна. А ты желанщика посмотри, Большая Синица называется. Я это все взял, ну разлететься, показать другим. Надо уметь удивляться этому миру. Каждый день. Кто не придет, у меня голубка, она старенькая, она не может летать. Я всем показываю. Вот вчера пришли новые люди, я скорее бегу к ним. Они смотрят на меня, другие, ой, как ребенок. Ну действительно так. Мне это очень интересно. А отсюда тогда, на религиозной основе, когда ты будешь, этот талант, который ты там был, быть тебе за различным. Теперь это отразится и на религиозном. И что бы я ни делал, у меня все другое. Я могу определенно сказать, просто четко и ясно, вот какой у нас канал, канал с такими материалами, ну мало, может быть где-то есть, но мало. А сайт, вопросы не создать. Их нету и не создать никому. Я повторяю во всеуслышание, не создать. То есть они ответы будут давать на эти вопросы, а они совершенно неправильны. Ответ только один, который я даю. Такая самоуверенность. Уверенность на Слове Божьем. Я отвечаю по четырем параметрам. Что говорит Библия? Что говорят каноны церкви? Что говорят святые отцы? Что говорят жития святых? Вот, по четырем пунктам поставьте. Это вы должны мгновенно отвечать, когда задается вопрос. Слабо? Я им каждым говорю. А теперь это сделать опубликуйте. И дайте людям. А он не принимает, а он против был. А он был православный, а стал такой-то. Это его выбор. Я должен был сказать и отойти. У вас как-то все так просто. Где просто там, говорит, ангел в сос-то, как говорят. Не мальчик, если я всем скажу, я один останусь. Все? Если я всем скажу, я один останусь, он говорит. Один. Да один верующий не бывает, дорогой мой. Большинство там, где Господь. А Господь тебя благословит. Никогда не криви душу, Андрей Кураев сказал, я заведу Игнатию Лапкину. Я понял, он обрещен. Почему? И я стал молиться о нем, его Бог потянул к этой свободе Игнатия Лапкина. Его сразу. Мешает ему что? Он принораживается, как профессор. Его выгнали. И он прилепляется там от церковника, с Чаплина. И все против него. И он свободным делается все больше и больше. И когда он получит полную свободу, он поймет все остальное для него тогда, когда он был там, той цены уже не будет иметь. Он не будет сцепляться. Я-то, конечно, за давностью забыл, что мне Бог давал. Надо жить в одной тональности. Мой Бог для него я. И мы двое с ним остаемся. Ты почувствуешь эту радость, общение. Я приношу ему просьбы. Я разговариваю с живым Богом. И он мне отвечает. Неужели у вас страха нет, что сейчас вот война там, сейчас показали, идут и идут военные силы к Крыму, где это, Украину? не грамму. Почему? Бог. Бог. Это от Бога. Проклятка удерживает меч Божия от крови. Его нельзя удерживать. Эта война будет. Она должна быть. В разумлении. Она всегда была. Была. Америка, каждый год за ней начинает. Каждый год, в течение 100 лет, примерно по полторы войны начинает. Список есть. Она без этого не может. Для этого армия, чтобы воевать. Вот я был где. Воюет со всеми. Почему я не воюю? Ангелу-хранителю молитесь вы? Ангелу-хранителю что? Вы ангелу-хранителю молитесь? Каждый день. Каждый день, примерно 10 раз. И ночью. Я молюсь ему и говорю, ангел мой, прости, где я тебя обидел. Я благодарю тебе, сколько лет ты меня хранил. Не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Ангел мой, проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным. И веди душу мою навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Это моя молитва ему. Для меня он живой. Так. Что? Все? Так. Ну что, Сергей? Уходим? Давайте, знаете, как сделаем? Давайте я у вас вот это вот видео сейчас заберу. Чего заберет? Видео, которое сейчас перекачаете, забрать он хочет. Ну так, забери. Так, я выставлю. А вот получалось две части. Соедини их, пожалуйста. Потому что вы там отходили, что-то делали так. Я обе выставлю на этот. Без ужат. Вы ему сейчас на рабочий стол. На рабочий стол. Ты на меня ничего не имеешь? Я тебя не огорчил? Не. Ну, с Богом тогда. Ты понимаешь, что я все время настороженный против тебя. Как бы тебя там не подкусили. Как бы нас врагами не сделали. Это самая большая печаль будет для меня. А кто? Кто это делает? Сатана. И Сатана подойдет, может быть, через священника. Скажешь, не буду причащать за то, что с Латкиным знаешься. Они на это легко пойдут. А ты скажешь, а я погиб без причастия. Да пошел он, Латкин. А он, священник-то обманывает. Во-первых, он не имеет права так играть. А во-вторых, от его причастия не зависит мое спасение. Я согласен, а ты меня не допустил. От меня это не зависит. Я парализованный. Был бы не парализованный, я бы пошел к другому. Вот почему я прощаюсь с каждым. Прощаюсь почти навсегда. Я слишком много терял друзей. Но меня никто ни разу не потерял, чтобы я зарочно ушел. Я такого даже даже в мыслях не допускаю. Я считаю, я предам Христа. Я в тебе вижу Христа. Я общаюсь с тобой, как с моим Господом. Знаете, мы люди грешные. Я понимаете, я в друзей слишком много вкладываю, чтобы потом терять их. Я как раз? Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...